Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Мы рады вас приветствовать на поле Академии Спартака имени Фёдора Фёдора Черенкова. Точнее, футбольное поле 4, если вы хотите. У вас ещё есть время присоединиться не только к нашей трансляции, но и увидеть ещё и в живую матч с участием Академии Родина и Краснодара. Матч стартовал, игра началась, и всё. Внимание игре, эти стартовые мгновения. Потому что они во многом также определяют мотивацию команды. Вихрик Рожева, атака комбинационного футбола с первых минут Родину. Опасный момент на первых же секундах. Посмотрим мы повтор. Буркин великолепно скрыл оборону. Центральные защитники же начинают атаки в качестве практически клубинных плеймейкеров. И это приносит свои плоды и приносит первый забитый гол. Видим то, что Королёв здесь свободно принял мяч. Ну и дальше Буркин. Капитан сделал очень много для этого гола. Позволяет сейчас атаку Родине уже довести до штрафной площади. Удар в дальний угол. Артём Глотов вот так из глубины действовал. Капитан. Но это не сказывается на заряде. Артёма Глотова и его желание забивать. Не так много лет существует, но уже добился значительных успехов. Да, мы всегда говорим о Краснодаре как о молодом клубе. Мы видим то, что сейчас первая жёлтая карточка в этом матче. Будет продемонстрирован игроку Родины. Или даже пересмотрел своё решение у Коков. Потому что мы видим то, что Тимура Музапаров уже за пределами поля находится. Круг совершенно непочёта в данном случае совершает. Вот как раз момент демонстрации Красной. Тимура Музапарова. Да, и Родина теперь продолжит матч в меньшинстве. Огрался через подбор. Далее удар следует вдаль угол. Удовин хорош. Посмотрим мы ещё раз повтор. Королёв как раз наносил удар в этой ситуации. Убрал мяч под левую. Перед этим легко разобравшись с Бакановым. Здесь тоже большое преимущество Краснодара. Подача на дальнюю штангу. Вдовин ошибается на выходе. Следует удар. И супер спасение. Привыкли мы следить за тем, как забивают Глотов. В этом случае он не позволял отличиться сопернику. Совершенно один Буркин. Вот я не знаю, как каждый раз Ефиму удаётся это делать. Поскольку он опять очень важный вклад в результативную атаку Краснодара. Привносит. А отличается Максим Пономаренко. 42-й номер. Даже нет, это не Максим Пономаренко. Это Андрей Полевой. 64-й номер. Развернулся. Пробил. Был небольшой рикошет. Удар издали. Вдовин хорош. Вот он удар пулевого. Родина разошлись миром. 1-1. Семизаров и Глотов забивали. Ну а сейчас забивает Краснодар уже в третий раз в этом матче. Показывает нам скамейку Краснодара, который сдержанно уже достаточно празднует этот успех. Ну а вторым забитого гола становится Ефим Буркин. Полевой здесь накручивал соперников на левом фланге. Совершенно мы во втором тайме уже даже позабыли про Никиту Закарлюку. Потому что как-то будто бы игра больше через левый фланг идет. Но забыли мы про Закарлюку. А он взял нам и напомнил. Повторение результата матча Родины против Локомотива. Но еще играть достаточно времени. Тройку игроков Краснодара, которые готовятся только выйти на поле. Ну. А вот он шанс, кажется, для футболистов Родины. Потому что это красная карточка Никиты Закарлюка. Виктора Коваленко или нет? Пока Сачиков появляется под 41-м номером вместо 27-го. Серебро досталось Краснодара. Проиграли по пенальти Динамо. Быки. Ну а здесь они уже, кажется, точно не проиграют. Потому что нос 0-5. Нужно постараться еще это сделать. А именно 5-0 становится счет после гола Дениса Науменко. Красивый мяч. Свечкой подкинул над Вдовином. Звучит финальный свисток в матче ЮФЛ-2 между командами Родины и Краснодар. Победу одержат представители Краснодара. 5-0 с забитыми мячами отметились Олег Семизаров, Андрей Полевой, Ефим Буркин, Никита Закарлюка и Денис Науменко, который поставил точку в этом разгроме. В Громе.